Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем работать с конфигурацией DNS ERP и начинаем последнюю под тему блока производства. Это сложное производство, производство по заказам, с учетом планирования и всего остального. Давайте по порядку. Прежде всего нам понадобится ресурсная спецификация. Ресурсная спецификация – это сущность, которая отражает структуру производимой продукции. Дабы нам с вами не путаться, мы сейчас создадим новые. У нас тут зерно мука есть, мы сейчас создадим еще одно, это будет сахар. Он тоже будет в килограммах. Ну а сюда мы добавим ну просто конфеты. Нам сейчас опять же повторить совершенно неважно. Ну, кстати, пусть тоже она остается в штуках, дабы не усложнять пример. Но это нам нужно, чтобы обособить себестоимость. Ну, получим с вами конфету. Одну штуку из сахара одного килограмма. У нас вот есть три варианта, да, обеспечивать, обеспечивать у вас, олимпроизводить по спецификации. Я буду иногда рассказывать об функциональности, которую мы с вами не будем рассматривать, поскольку она достаточно сложна и далеко не всем нужна. Смотрите, у нас есть два варианта глобальных. Это использовать нечто со склада и производить в процессе. Мы с вами будем использовать вариант обеспечивать. Сотея калькуляции, никаких проблем. Сахар. Можно было просто материалы. Сахар. Сахар. Трудозатраты. Выпечку, пожалуй, не стоит. Например, варка. Создадим отдельную. Расценки. Тысяча рублей. Производственный процесс. У нас он будет одноэтапный. Подразделение. Производственный департамент. Два слова маршрутных картах. На самом деле, здесь такой момент, что мы уже их рассматривали подробно в теме по МЕСу. Сейчас я рассматриваю тех, честно говоря, не испытывая ни малейшего желания. Это еще один уровень более глубокого разделения. Мы с вами что фиксируем? Мы с вами фиксируем некую спецификацию. То есть, по аналогии, например, мы фиксируем рецептуру, что если взять столько муки, повидла, сахара, то у нас получится в итоге пирог. Но давайте сейчас посмотрим еще раз на ресурсную спецификацию. Видите, где-нибудь здесь написано, что нужно сделать. Что происходит с мукой, с сахаром, яйцами, дрожжами, где-нибудь написано, нигде. Вот это отражается в маршрутной карте. Это описание операции, которые происходят в рамках этапа. посмотрите. Ну да, давайте там наименование просто введем. Операция. Для какого вида изделий? Для булочек. Для нас вот это интересно. То есть, у нас есть определенные операции. например, высыпание сахара из мешка. Сахара из мешка. Описание операции, время, количество, подготовительное время. Это не что иное по операционному планированию. Мы его ни в какой форме сегодня использовать не будем. Два слова я не сказал. Так, рабочие центры. Подробно это опять же рассматривалось в курсе по ERP 2.1. Ничего с тех времен абсолютно не изменилось. Совершенно. То есть, у нас по-прежнему есть рабочие центры, есть доступность видов рабочих центров, есть разница между тем, что существуют виды рабочих центров и рабочие центры. Честно говоря, повторяться я не вижу смысла, поэтому планировать мы ее не будем. Уж простите. Поскольку это просто повторение одного и того же, что было ранее. Наименование. Ресурсная спецификация. Производство конфет. Отмечу, что в данной методологии в ERP 2.2 вообще отсутствует такое понятие как UBBV, BBV, MEAS. нет такой кнопки, ее нельзя нажать, чтобы там выбрать. где-то. Так. 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 в данной методологии мы можем выбрать А, это маршрутная карта, господи. В операциях все сложно. Но операции, повторюсь, они жизненно являются необходимыми для сложных производств. Если вы производите подводные лодки, если вы производите радиоэлектронное оборудование, ну, в общем, если вы производите то, что относится к сектору высоких технологий, медицинских лекарств, ну, то есть, то, что реально нужно знать, где, в каком этапе, на каком моменте находится, да, у вас по операционное производство. Если у вас этого в нем нет, то зачем? Ничего кроме проблемы усложнения эксплуатации вы не получите. Хочется еще раз напомнить тот принцип, о котором я говорил в уроке по управленческому учету. Информация, которая получена, должна стоить дороже, чем затраты на ее получение. Так. Сбился в смысле. Записать, закрыть. Идемте в производство. Пришло время. Счастье. Давайте с вами оформим заказ на производство. Тут все то же самое. План, потребности. Вот. Мы с вами столкнулись с интересным моментом. У нас нет подразделения диспетчера. Да. Нет. Ничего не поделаешь. Но мы повышаем наш производственный департамент и сотрудник, который занимается диспетчированием производства в нем и работает. Поэтому никакого отдельного подразделения у нас нет и никогда не будет. Вот не хотим мы. В дальнейшем, может быть, их будет там трое, но они в этом же подразделении будут подчиняться директору по производству. Продукция. Какая будет продукция? Конфета. Количество. 5. Получатель. Куда оно придет? На склад основной. Обратите внимание. Сейчас мы с вами сохраним. Я кое-что покажу. Производство. Производство. Вернемся в тот самый. Производство без производства, точнее без заказа. Видите? Производство без заказа, только на конкретную цеховую кладовую. В том случае, если используется заказ, то можно напрямую отправлять на склад. К слову говоря, когда мы с вами делали производство без заказа, у нас произведенный товар остался в цеховой и кладовой. Его надо было еще и переместить обратно. Кто заметил эту ошибку, по сути, это методологическая ошибка, которую я сделал специально и отметил для себя, тот, значит, более-менее понимает производство. Кто не заметил, ему показалось, что это все правильно, что я делаю, при том, что я отчет получил по себестоимости, значит, вы столкнетесь с сюрпризами. И это далеко не все. Ладно, тема эта пройденная. Кому нужны топ-консультации, я расскажу об этом в конце. Так, формируется к производству. Вот тоже есть, уже присвоено. Обратите внимание, контроль какой-никакой работает. Переходим в производство. Верхний уровень управления очередью заказов. Так, формирование заказов. Здесь вот у нас такая есть функциональность. Давайте сформируем этапы производства. Смотрите, у нас можно планировать текущий, но план график-то у нас будет идеален. График заказов. У нас нет никаких ограничений. Какой-то резерв доступности. Зачем? Этапы заказов. Ну, хорошо. К обеспечению резервировать на складе. Тоже, кстати, очень важный момент. Все. Здесь все произошло. Идем в производство. Идем в диспетчирование этапов. Ну, увидите, что у нас в принципе здесь уже какое-то опоздание. Указано, что один день требуется. Давайте нажмем «Диагностика». Вот. Давайте перепланируем. Интервал занят. Ну, чем он занят? Ничем он не занят, конечно. Сейчас. Докатимся. Вот с вами текущий этап. Зелененький. Ограничений нет. Производство считается условно абсолютно. Ну, и прекрасно. Ай, зачем второй раз? Значит, с планом нет проблем. А где у нас с вами проблемы? А проблем у нас полно, на самом деле. Почему? Потому что у нас не обеспечен. Видите, значёчек. Требует обеспечения. Действительно, его требует. Требует обеспечения. Планирование не надо. Вы нас обеспечите. Вот заказ о чём говорит. Вот. Вот. Не совсем понятно, откуда вылезла маршрутная карта сейчас в заказе. Обеспечение материалами, работами. Ну, склад это понятно. Он спрашивает, где взять сахар. Ещё один вопрос, который он сейчас задаст. Куда положить? Он сейчас спросит, где бригада? Наименование. Основная. Состав бригады. А никого нет. Новый состав. Сотрудники. Добавить. Ну, хоть один сотрудник нам сюда придётся. Ну, малых ванна. Вот. Теперь у нас есть бригада. Очень важно. Потому что в дальнейшем он будет на это ругаться. Так. Нажмём сохранить. Всё. Провёлся. Так. Переведём. Сформирован. Маршрутная карта. Что-то где-то я в спецификации, что ли, ошибся. Многоэтапный. У нас не так всё, как в старые времена 2.1. Я бы не хотел использовать маршрутные карты, в принципе. Ну, видите, он требует хотя бы одну создать. Наименование. Варка конфет. Так. Давайте нажмём «Записать». Кто? Маршрутная карта. Нам не надо, чтобы что-то содержало у нас. Всё это всё. с спецификацией. Операции. Ну, мы добавим одну операцию «Варка конфет». 6 часов. Давайте попробуем. «Провёлся». Производство. Выпускающий. Те этапы, по которым у нас пройдётся. всё. Если мы хотим добавить ещё один этап, нет, не пойдёт. «Записать». «Проверить заполнение». «Коррект». Не надо. Зачем, собственно, нам понадобилась маршрутная карта, это вопрос интересный. То есть, у нас с вами появился новый документ, которого не было 2.1. это этап производства. Так. Какие у нас с вами движения документа сейчас? Ну, пока у нас основного-то нет. «Выполнение». Не должен давать он нам сейчас возможность. По простой причине. У нас отсутствует сахар. Надо будет его сейчас добавить. На основной склад. Создать. Склад основной. Вчерашним числом, на всякий случай. Сахар. Что ж. Сахар сейчас мы получили. Давайте еще раз отработаем. Прекрасно. Проводим. Статус. Значит. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит рабочая форма, хотя бы. Прекрасно выглядит. Сейчас мы уберем. Значков никаких нет. Значит. Он ожидает завершения. «Оборение». Отметим. «Выполнено». Ну что ж. Что нам нужно сделать? «Оформить», я думаю, несколько документов. «Выработку сотрудников». Ну. «Варка», да. «Распоряжение». «Заполнить». «Провести», «Закрыть». «Оборение». Что еще? Да ее особо не надо никуда передавать. Куда он у нас его выпустил? «Выпуск продукции». «Производственный департамент». «Производство конфет». То есть клада тут нет. «Свободные остатки». «Расход сахара списали». Так. А прихода тут у нас нету. Ну. Мы можем на самом деле это не мучиться, а просто проверить элементарно отчетом. благо у нас не так много. Честно говоря, товаров в базе основной сформировать. «Распоряжение». Ну. Смотрите. Конфеты нет. Давайте-ка снимем. Где-то же конфета должна быть. «Упекаемый пирог», «Горелые корки», «Розница», «Удаленный». «Нет конфеты нигде». «Хоть плачь». Вот. «Нет». «Даже кладовой производственного цеха нету. что самое страшное». Поэтому придется все-таки оформить передачу. «Разпоряжение». Что у нас там теперь в движениях? «Движение товаров». «Минус пять». «Откуда?» «Номенклатура», «Склад». «Конфета». «Товары на складах». приход на склад основной что же давайте сходим закрытие месте закроем его предвижу вопрос почему я не делаю отражение зарплаты финансовом учете если у кого опять же не возник этот вопрос начинайте смотреть сначала блок по 21 почему не делаю потому что уже дело потому что уже показывал ничего с тех времен на самом деле особо не изменилось мое личное мнение по поводу производства в 2.2 не знаю я пока не сформулировал честно говоря 2.1 конечно но было большим и длинным но в чем-то более понятно на как бы это не было возврата к прошлому нет компания 1с нас поставила перед фактом что мы должны понимать как работает производство 2.2 не хотим мы это понимать ну значит пойдем в лес белок разводить так давайте смотреть нам надо получить конфета если не получим сейчас отчет значит неправильно отработали на самом деле получим вот у нас что есть варка затраты на ремонт теперь вопрос почему у нас такая странная себестоимость мы же с вами сахар списывали давайте-ка сходим момент ввода начальных остатков вроде бы система на нас не ругалась не говорила что мы ну прям скажем откровенно накосячили там и добавили цены у сахара нет но двести пятьдесят рублей за килограмм так и наше любимое закрытие месяц да для тех кто только присоединился к erp комплексной автоматизации мы действительно вынуждены каждый раз нажимать выполнить операции но ничего страшного в этом нет это можно повесить на регламентное задание тем более у меня здесь полтора документа которые нужны элементарно чтобы показать как функционал равным организован и неволе так прям оплата производственных сотрудников есть ремонт оборудования есть это радует меня где мой сахар давайте-ка сходим движение материалов и продукции оформлена вот передача в подразделение а мы его не передали пока еще из подразделение видите ряд вот таких мелких противных тонкостей потом вы будете очень долго мучиться пытаясь закрыть ваш отчет у нас тут никаких проблем я не вижу ну-ка лучше всегда уточнить расходы на себестоимость ремонт оборудования это на печку распределилась вот еще раз закроем ну что я хочу увидеть сахар у нас был он списан на варку конфет в отчете мы его не видим считаю это не достоверной отчетностью зарплаты нет по известной причине вот и сахар на ваших глазах я сотворил маленькое чудо плата производственных сотрудников она у нас видите только в количественном измерении чтобы она появилась финансом как всегда нужно сделать наш любимый а че документ это тоже не зарплат финансовом учете и все тогда будет в общем смотрите функционал производства он большой есть возможность отразить брак изменения фактической себестоимостью посчитать плановую себестоимость настроить по операционное планирование тут на самом деле ошибка что нам пришлось указывать по сути маршрутную карту никакой необходимости в ней нет вот абсолютно нет смотрите у нас даже вот тут этап производства выпускающий спецификация вот нигде в спецификации данная маршрутная карта не указана ее нужность но честно говоря равна нулю хотя бы по той простой причине что это варки конфет нигде не было что она вообще находится в статусе в разработке но ничего не сделаешь люди которые разрабатывают данную конфигурацию они тоже люди они не знаю там сверхинтеллекта и так мы с вами рассмотрели производство 2.2 напоминаю что это блок он опирается на огромный блок который был ерпи 2.1 рассмотренный то есть все термины там рассматривались там рассматривались подробно каждый пункт да то есть сущности это что такое маршрутная карта что такое ресурсная спецификация я постарался показать здесь кратко и без каких-то особых подробностей что изменилось по большому счету не так и много изменилось просто появился документ документ этап и график не обязательно планировать абсолютно то есть на мой взгляд производства 2.1 было значительно логичнее да но был сложнее но она была более структурированным здесь же можно запутаться сейчас просто дико перемешались ббв и уббв и мес в какую-то кашу я надеюсь что в дальнейшем это будет более разделено и более четко на этом мы действительно завершаем изучение 1с рп версии 2.2 на канале такой сейчас у нас есть большой курс по 2.1 большой курс по 2.2 следующий курс явно выйдет только когда будет 2.3 это в зависимости от того будет ли там какое-то большое количество изменений или просто вообще уже надоело рассказать об одном и том же будет как мы знаем пара уроков разделе новости 1с я благодарю за внимание всех кто оставался со мной на протяжении прям таки этого огромного и трудного на самом деле курса далее на канале будут выходить уже видео по экономике основам бизнес образования технические видео и последняя конфигурация которую я все-таки планирую рассмотреть это управление по целям и кпи поскольку эта конфигурация по смыслу находится на самом верху управленческой бизнес структуры но дальнейшем будут только ну в принципе пока экономические видео идти пришло время более подробно поговорить уже про технический вопрос писать что-то еще по конфигурации пока я не планирую поскольку ну все что я хотел я там отразил управление торговли рассмотрена просто от и до каждый элемент на 11.1 и 11.2 отдельно рассмотрены какие-то особые видео по отраслевым конфигурациям я не очень люблю отраслевые конфигурации в принципе исключение было сделано для универсальных это crm я считаю что это универсальная конфигурация от компании raros и также я считаю что универсальной конфигурацией является управление по целям и кпи от компании volgasoft хотя его надо было по-другому называть нам его называть по балансе по системе сбалансированных показателей целям и кпи там все три уровня присутствуют ну примерно такой же универсальной конфигурации является типовая конфигурация DNS документооборот вот святая тройка что касается crm я его закончил рассматривать управление по целям и кпи будет рассматриваться но ближайшее какое-то время ближайшей перспективе вот по нему выходить новые видео ну а дальше повторюсь это экономика технические задачи если кому-то что-то нужно если кто-то видит что я не полностью рассказал ну что ж у меня можно получить платные консультации пишите на электронную почту пишите в skype обсудим я берусь за проекты по внедрению 1s erp я берусь за проекты по внедрению комплексной автоматизации на сегодняшний день я не берусь за проекты только по внедрению 1s управление холдингом и 1s консолидации все остальное я абсолютно спокойно берусь от маленького до большого если конечно у вас есть вопросы вам ну просто не хватает то чего я показал к сожалению пытаться записать не знаю 500 часовое видео рассказывающие о каждом пункте который есть в 1s erp подробный о связях между этими пунктами то есть пытаться переложить более чем мой пятилетний опыт я не имею ни времени ни возможностей ни сил ни средства на это просто физически нет я прошу вас проявить к этому факту понимания так спасибо за внимание до свидания желаю вам удачи и успешного освоения компа продуктов компании 1s